Украина, как вы думаете, чем все закончится? Надо ее снести с земли и все. Украину? Да. Зачем? А зачем она нужна? Потом кого сносить еще? Польшу. Просто до кучи. Всех снести. А зачем? А что мы будем делать с этой территорией? А это что вообще за страны такие? Украина. Это не страна. Это кусок. Ленин тогда отдал в свое время. А это Прибалты. Это вообще все. Если они были против России. Надо думать, прежде чем ты начал воевать. Да, воевать надо с хохлами. Это однозначно. Тут никаких даже вопросов не может быть нацисты. С ними надо воевать. А чем может закончиться? Вольнем хохлов. Больше никак нельзя. Вариантов больше нет. А что будем делать с вот этой территорией разбомбленной? Почему разбомбленной? Операция идет нормально вроде как без всяких там этих. Начнут ковровые бомбардировки, так это их уже дело. И вот эта падаль нацистская, вы теперь спрашиваете, что мы с ним будем делать? Вольнем. Украина станет вторичным государством, которое не будет принимать ни в чем участие. А мы будем забирать эту землю себе. Правильно считаете? Это так и было раньше. Все возвращается к своим источникам. Вы знаете, очень трудно сказать, потому что если... Все зависит от того, что Америка будет делать. Она пока боится выступить, очень боится. Потому что у нас есть очень сильные несколько ракет, которые снесут вообще Америку, если их запустят. Они их не запускают. Они один раз провели вокруг Америки и после этого все заглохли. Думаю, что все закончится нормально, но дело в том, что мы же ее потом поднимать будем. Вот весь сюжет с чем. Нам же эту Украину потом опять отстраивать, промышленность им создавать и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, что, наверное, мы все-таки возьмем под крылышко всех этих бедных граждан и все будет хорошо. Я думаю, что Путин создал для них лучшие условия для жизни и там, и здесь, и даст достойное образование людям, и хорошую жизнь спокойную, все-таки стабильную. Я думаю, что все наладится, и все будет хорошо. Мы все-таки дружные народы.